общественного телевидения. Но сейчас я хотела бы предоставить слово Михаилу Самарскому в интернет-блоге. Уважаемые друзья, коллеги, спасибо за предоставленное слово. Более трех лет я занимаюсь проблемами слепых детей. Не могу сказать, что государство не помогает этим детям. Конечно, делается многое. Школы, библиотеки оснащаются специальным оборудованием, закупаются различные приспособления, аудиокниги, книги шрифтом Брайля, улучшаются и условия проживания в школах-интернатах. Но говорить о том, что проблем нет или их мало, я думаю, пока рано. Скажу прямо, сделана лишь незначительная часть того, что вообще необходимо незрячим школьникам. В первую очередь хотелось бы обратить Ваше внимание на образование незрячих школьников. Дело в том, что они практически ничем не отличаются от нас, от здоровых школьников. Среди них есть очень много талантливых, способных детей. Я знаю, что во всем мире, в том числе в нашей стране, есть, я не побоюсь этого слова, очень много гениальных музыкантов, певцов, программистов, учителей. И этот список можно достаточно долго продолжать. Но я говорю о другом. Чтобы незрячие дети получали качественное образование, им необходимо создать определенные условия. И вот здесь начинается одна из самых главных проблем. Я не знаю, куда смотрит наше министерство образования, но в большинстве школ не хватает, катастрофически не хватает учебников в шрифтном районе. Особенно по каким-либо новым программам. Вы же прекрасно понимаете, что с этим никак нельзя медлить, потому что дети растут, время уходит, а качественное образование падает. За последний год я посетил немало школ, интернатов в разных регионах. И вы знаете, в чем парадокс? Вот вроде смотришь, и специальное оборудование стоит, и современные продвинутые компьютеры, и всякие приспособления. Но я черпаю информацию не только от руководителей школ, департаментов, отделов образования. Я общаюсь непосредственно с самими учениками, со своими сверстниками. И вот какая вырисовывается неприглядная картина. Очень часто оборудование используется формально и неэффективно, или просто стоит и пылится. Я вам приведу пример. В рамках государственной программы во многие школы России были установлены компьютеры Apple. Замечательная техника. В них по умолчанию есть все специальные программы для незрячих людей. То есть они без всяких проблем могут им пользоваться. Они есть на айфонах, на айпадах. То есть такая предусмотрительность у производителей. Но я... Вот у меня есть, кстати, письмо от слепого ученика. Желающие потом могут ознакомиться с ним. Но я был удивлен, когда на эти компьютеры установили Windows, а программ для незрячих людей, как они называются, программы экранного доступа, их нет. Вернее, они есть, но они стоят по 20 тысяч рублей. И когда их закупят, одному богу известно. И я считаю, что формализм в таких вопросах, но он просто недопустим. Оборудование поставляется не для галочки, а для того, чтобы оно приносило пользу. И я не говорю о регионах. Такое происходит даже в Москве. Казалось бы, столица нашей страны. Но, к сожалению, вот такая ситуация. Но самое обидное, это то, что до сих пор есть чиновники, которые очень искренне удивляются, говорят, зачем вообще незрячим компьютер. То есть, люди даже не понимают, что сегодня техника шагнула так далеко, что слепые самостоятельно могут пользоваться компьютером, выходить в интернет, общаться с людьми и так далее. Я предлагаю оценивать эффективность работы со слепыми школьниками не по количеству техники и приборов специальных учебных заведений, а просто нужно, чтобы приезжали специалисты, отбирали на собеседование несколько учеников, только не по рекомендации учителя, а по своему усмотрению. И общались с ними, смотрели, как школьники могут пользоваться бралевским дисплеем, как они могут работать за компьютером, как они вообще, знаешь, шрифт брали. И вот потом делать выводы о том, как работает администрация школ. И вообще проблема слепых школьников у нас какая-то закрытая, или даже не закрытая, а прикрытая слащалыми отчетами и показухой. Потому что дети часто мне пишут о произволе, о равнодушии в школах-интернатах. И родители их не могут вскрыть эти недостатки, потому что прекрасно понимают, что руководство школы, если захочет, легко может превратить любого слепого ребенка в УЗГУ. В ноябре прошлого года на встрече с президентом России я рассказал о некоторых проблемах незрячих школьников. И потом подготовил ему доклад на эту тему. Но нужно отдать должное, чтобы Дмитрий Анатольевич отреагировал сразу, внес изменения в некоторые инструкции правил. И вот вам еще один пример. Некоторых моих знакомых незрячих учеников через неделю уже президент пригласил к себе на встречу. Если бы вы знали, как засуетились чиновники всех уровней, ты там то не скажи. Мы тогда оправляли своих учеников. Ты там лишнего не лякни, на эту тему не трогай. К чему я это говорю? Да потому, что проблем накопилось столько, что нужно просто в это во все вникнуть и разобраться по-настоящему. Или мы просто теряем для нашей страны, для общества действительно талантливых и способных детей. Посмотрите также федеральный перечень реабилитации инвалидов. Вы там не найдете не только многих специальных устройств для слепых, вы там даже бралевской бумаги не найдете. Хотя я об этом писал не раз во все инстанции, но никаких движений не произошло. Но кто мешает расширить этот перечень? Мы говорим сегодня о равнодушии в обществе. Но, увы, есть такие начальники отделов образования, которые не знают, что на их территории есть слепые школьники. Мне не хотелось сегодня конкретизировать ситуацию, приводить какие-то там, называть конкретные регионы, школы, департаменты. Это все нужно рассматривать дополнительно. Я надеюсь, что госорганы и общественные организации этим займутся. Но один случай меня просто убил. Года два назад я организовал программу «Живые сердца», в рамках которой мы помогаем слепым ребятам, издаем аудио, книги, книги, шрифты брали, с помощью неравнодушных людей закупаем какие-то приборы, новинки. И все это дарим детям. И только принципиально не учебным заведениям, а детям лично. И вот я звоню в департамент образования города Новошахтинска, Ростовской области. И говорю, так мало так, хочу слепым ребятам подарить специальные плееры-диктофоны, современные продвинутые плееры для чтения книг. Начальник департамента от меня зауверила, что на ее территории, вот она именно так и сказала, на моей территории слепых детей нет. Я заметил, что население города более 100 тысяч. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, я не поверил. Я подключил блогеров, друзей по соцсетям, и в конце концов выяснил, что 9 слепых ребят все-таки в городе есть. И вот скажите мне, как можно таким руководителям доверять образование целого города? И в заключении хочется сказать, мы приступили к производству художественного фильма о слепых людях. Это, конечно, не боевик, не триллер, но я считаю, что этот фильм просто необходим сегодня. И может быть, он нужен больше даже нам с вами, в большей степени, чем незрячим. И если кто-то желает принять участие в финансировании этого проекта, я буду признать. И просто давайте не будем забывать, что кроме нас, зрячих, слепым людям никто не поможет. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Да, сейчас выведут на экран адрес. Спасибо. Спасибо.